Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень приятно, очень приятное событие. Макс, Даня и Андрей. Андрей, извини, мы, видишь, не предупредили тебя, что сегодня надо приходить в красном. Ну да, у меня была такая мысль. Мы случайно сговорились. Я интуитивно сдержался. Да, Даня самокритично нарисовал ноль на майке. Ну, выглядит... Это моя оценка сегодняшняя. Прекрасно. Ну, в принципе, судя по нашим нарядам, мы сегодня на празднике современной музыки, а ты на поминках современной музыки. Ну, отчего же. Слушай, я узнаю много нового. Так что, в любом случае, спасибо. Кстати, да, это уже будет праздник. Ну что же, мы все сегодня узнаем много нового, потому что сегодняшний выпуск мы делаем совместно с нашими друзьями, вместе с Яндексом и с нашей подругой Алисой. Ну, не той Алисой, которая красная на черном. С которой можно вместе ночной диалоги. Да, я знаю. Алиса, привет. Hello. Кокетничает. Алиса, с твоей помощью мы хотим узнать, кто такой Андрей Макаревич. По данным русской Википедии, Андрей Макаревич – советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Все правда. Практически зачитал, осталось только бит положить. Давай теперь про него спросим. Алиса, кто такой Нелета? Певец-музыкант. Это с сайта узнаевсё.ру. Если что. В общем, хотите узнать глупость, нужно постараться. Алиса, включи, пожалуйста, песню Нелета. Включаю Нелета. Интересный момент. Мне нравится. Неожиданно. Я думал, это будет рэп какой-то. Ну, на самом деле, если вот действительно поговорить глубже, там очень много всего неожиданного для вас и хорошего. Алиса, стоп. Я пригребаю. Тот момент, когда я считаю, что нельзя оценивать что-либо по одному разу. Да, конечно. По одной песне, либо по одному. Что ты сразу-то хочешь? Давай второй раз послушаем. Нет. Да я ничего не оцениваю. Я тебя умоляю. Не в этом плане. Если что, можно такси заказать сразу здесь. Это на заметку людям просто, которые сейчас, ну, очень много информации вокруг и много музыки. Просто океан новой музыки. Ну, в принципе, раньше очень много было. Чтобы изучить артиста и узнать вообще, что он может делать, нужно покопаться и послушать не одну песню, а прям повникать. Пришел накачанный парень, мы поставили его песни. Он такой, не надо с первого раза оценивать. Понимаю. Не надо, да. Ну, как вы считаете вообще, что главное в музыке? Чтобы мурашки по спине пошли. Так, отлично. Ну, наверное, чтобы вызывало какие-либо эмоции. Это могут быть мурашки, это может быть просто поднятие настроения. Алиса, что такое мурашки? Слушайте, мурашки – это небольшие пупырышки у оснований волос на коже, непроизвольно возникающие. Когда человеку холодно или он испытывает сильные эмоции, такие как страх или чувство восхищения, гордости или сексуальное возбуждение. Спасибо. Все подходит. Подходит. Отлично. Ну, поскольку мы сидим за столом, то сексуального возбуждения вы не увидите, а мурашки вполне себе могут пойти. Это вопрос, но тема не моя. Это нормально. Вот и поговорили. Итак, друзья, мы напоминаем вам правила. Это первый выпуск Музыкалити в этом году, в 2020. Мы начинаем формировать наш сводный чарт с нуля. Как видите, стена пустая. И сегодня мы послушаем пять треков, а вы их оцените. И первый трек сегодняшнего выпуска нам включит Алиса. Алиса, начинай Музыкалити 2020. Это, наверное, будет какой-то трэпчик. Хотя нет. Нет. Ну да. У меня в лампе джин. 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 Ну, как в лампе джин? Как ты думаешь, где эта лампа? Я не знаю, где у него лампа. А на носу Рахат Лукум это что? По ощущению, такой Артур Пирожков. На носу Рахат Лукум в ушах Казинанте, в попе Чорчхела. Такое. У Артура просто выходила пись... Не засыпайте на турецких вечеринках. Просто недавно у него выходила как раз, да? Вот Аладдин, вот эта вся тема. Ну, такая шуточка такая. Песня называется Рахат Лукум. Группа называется Сквозь баб. О, название мне нравится. Это исполнитель, да. Сквозь баб. Название хорошее. Учитывая мое отношение к современной музыке, это уже очень хорошо. Ага. А какое... Сейчас была оценка всей музыки. Это была оценка. А какое твое отношение вообще к современной музыке? Сдержанное. А, то есть так, ну, плоховастенько все, да? Видимо, в чем дело. Во все времена, вот как только в эстрадной музыке появился барабанщик, все барабанщики стремились играть ровно. Как? Ровно. А, ровно. Неровный барабанщик – это говно. Это пульс группы, это и биг-бенда, и джазовые команды. При этом идеально ровно. Ни один барабанщик все равно в мире никогда играть не может, потому что у человека сердце не бьется ровно. Оно ускоряется, когда он волнуется, или когда он бежит, да, или когда у него происходит какое-то возбуждение. Музыка – это отображение наших чувств. В какой-то момент вместо барабана появилась вот эта электрическая перда, понимаешь, вот эта петолка. И она превращает нас в роботов. Я вообще считаю, что это очень опасная штука. Это какая-то болезнь, последствия которой мы пока еще не поняли. Я не могу привыкнуть к тому, что музыка складывается из каких-то нарезанных кубиков. Тут хорошо, что любой кубик можно гранить по-своему. Это я понимаю. Покрасить его в другой цвет или вообще распилить. Да, но он не становится живым от этого, вот в чем дело. Так, ну что, давайте оценки. Твоя средняя оценка? Данный трек. Пять? Пять. Просто пять. Без лишних слов. Андрей? Я наугад. Я поставлю шесть. Ну, отлично. Пять плюс шесть – одиннадцать. Да. Посмотрим, что будет дальше. Давайте послушаем народное мнение. Здравствуйте, меня зовут Варвара. Я учусь, и мне восемнадцать. Ну все, я поняла. Я поняла. Трэпчик такой бессмысленный. Ну, прикольно, мне нравится. Я думаю, в принципе, все наше окружение, современные ребята. Мы любим такое. Думать не надо. Просто слушаешь, качаешься и все. Поэтому, чем проще, тем прикольнее. Я ставлю этой песне восемь. Вот так вот. Восемь, да. Я был ближе к народу, чем он. Ну, не сильно, на единичку. Пять, шесть, восемь. Значит, девятнадцать. Девятнадцать баллов получает Рахат Лукум сквозь баб за песню Рахат Лукум. Так, девятнадцать. Начало положено. Пойдем дальше. Да-да-да, пойдем. Рахат Лукум. Ну, мотивчик, кстати, такой он. Как бы не сказать, что прямо это хит-хит. Ну, такой как бы легкий такой. Что-то запоминает. Если это припев. Итак, музыкальти 2020 с почином. Первый трек есть. Висит. Девятнадцать баллов. Впереди много праздников. 23 февраля, 8 марта. Думаете, что подарить? Есть хорошее решение. Яндекс.Станция. Порадуйте свою вторую половинку. С помощью Яндекс.Станции можно заказать такси, поставить музыку. И вообще просто с ней поболтать. Ну, вдруг вы поссоритесь со своей второй половинкой. Но лучше не ссоритесь. Лучше болтайте все втроем. А можно я запущу? Давай. Очень интересно. Запускай. Потом Андрей. Третий. Я не знаю этого трека, но когда я слышу, что песня начинается со слов «Голубые глаза», меня блевать тянет сразу. А что не так? Глаза не могут быть голубыми? Могут быть. Даже оранжевые могут быть. Горка. Слишком много про глаза. А и глаза. Представляешь, как бы Боря Моисеев в этой песне развинулся? Да. Голубые глаза. Голубые. Что происходит? Мне нравится. Ну, а почему? Нельзя, да, про глаза петь? Это субъективно. Но это уже не штамп. Это уже, вот когда уже совсем ничего нет. Вот из отвалов уже собирают слова. И тут первым валяются глаза обычно. Но вообще, в принципе, глаза в музыке начинают заканчиваться, потому что черные глаза есть, за твои зеленые глаза есть, серые глаза у Салтыкова есть. Никто не успокаивает, видишь, да? Глаза чайного цвета есть у Сашевского. Осталось теперь только вот голубые глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Так. Все было. Данил, можно петь про глаза? Скажи. Что касается использования глаз в песне, вы до этого мы смотрели комментарии девушки, так сказать, из народа. Так вот, для людей из народа тема глаз, голубые глаза. Я думаю, что многие девушки очень лично, в принципе, к себе это применяют. И это близко людям, когда они слушают. Это правда. Но мы сейчас, понимаешь, как? Мы сейчас будем обсуждать, как сделать, чтобы народу понравилось, или как сделать, чтобы хорошо было. Потому что это не одно и то же. Ну вот... Ну вот что важнее для артиста? Как ты считаешь? Дело для себя или для народа? У нас никто не заставляет писать ограниченное количество песен. Можно написать для людей, можно написать для себя. Не бывает. А лучше, когда это компромисс. Но я вот лично я пишу так, чтобы мне все нравилось в песне. И желательно, чтобы это зацепило человека. Какие мы разные. А у тебя было так, что вот ты думал, что хит будет народным, а оказалось, что нет? Никогда. Нет? Мы вообще ни разу не угадали. Серьезно? Какая песня будет хитом. С поворотом мы мучились полгода где-то, не зная, что с ним делать. И просто уже записали вот так. Записали и ладно. Понимаешь? Через неделю чудо произошло. А почему мучились? То есть он как-то перетерпевал изменения? Не получался. Так пробовали, так пробовали, медленнее пробовали, быстрее пробовали. Не получалось. Так. Поехали. Оценку за голубые глаза Егора Криду. Так. Понятно. Пятерка, значит, да? Так. Три. Три? Да. О, сурово. Пять-три. Послушаем мнение людей. Меня зовут Александр. Я занимаюсь чаем. Мне 29 лет. Из Москвы. Следующая есть. Мне кажется, это для девочек, для маленьких. Школьницы или блондинки. Музыки-то... Одно название от музыки. Я этой песне ставлю 2 балла. Потому что это говно. Потому что это говно. Жесть какая-то. Что с вами? Хороший парень, как его зовут? Глаза Криды наполняются солью сейчас. Что вы делаете? Ой, господи. Егорушка, прости. 10 баллов от наших строгих судей. Стро. Стро. Я диджей, как Ваня Макаревич. Глаза 10. Я ухожу отсюда. Шоу Криминалити. Кажмон Диджалити. Ну что, поехали дальше. Третья композиция. Четвертый. Четвертый Андрей будет выпускать. Все пройдет. Точно майские грозы. Сиды, слезы, два пальца у рта. Как мандат охуевшего. Единороза, как допрос, как усмешка мента. Как лефордовские коридоры. Как Бесслан, как Нордоса. Мы должны здесь послэмиться. Немного. Сбора бездушных майоров. Севастополь, Донецк и Луганск. Это точно пройдет. Такой политический слэм. Это точно пройдет. Пакетом мокрым на голове. С электрометками на руке. Моя Россия сикитермет. Но верь же мне. Это пройдет. Какой же черный. Да вы в умеет. А мне меречь. Вот и закрывается наше шоу. Ну что? Добро пожаловать в социальный политический протест. Я не расслышал текст весь, но я услышал энергию хорошую, которую вот эта музыка требует. Она там есть. Я услышал живую игру. Вот уже за то, что это так, я ставлю 8. Ты знаешь, как называется эта группа? Похожа на мультфильмы. Но по мне они нет. Почти, близко. Не мультфильмы. Но тоже фильмы. Порнофильмы. Порнофильмы, собственно. Это любимая группа Юры Дудя. Порнофильмы. Они клевые. Я их видел пару раз. Да. Это пройдет. Называется композиция. Вот. Ну. Сквозь баб порнофильмы, получается. Да. Дальше у нас... Дальше несите салфетки, да. Ага. Хорошо. Ну что? Что ты делал под столом? Милет. Скажи, пожалуйста, Данил, вот ты бы мог такую песню забацать? Ну вот с таким текстом про единороссов, с таким кровохаркованием серьезным таким вот. Ну не знаю, лично я стараюсь, вот я умею делать, не знаю, я умею там творить по-своему. Ну кто-то считает это талантливо, не талантливо, это другой вопрос. Я люблю писать музыку, я люблю там, я танцевал 9 лет, я люблю танцевать, я люблю заниматься спортом. Я понимаю, что есть моменты, которые у меня хорошо получаются, и я от этого получаю удовольствие. И я стараюсь заниматься этим. Вот если говорить о каких-то политике, о политических темах, я это стараюсь обходить стороной. В депутаты идти, я тебя про одно спрашиваю, ты про другое. Вот, так вот, я просто говорю, что вот политические темы я обхожу стороной. Здесь... Нет, чисто технически, вот скажи, я понял, что ты обходишь стороной. Технически, да конечно. Да, просто вот в поп-музыку можно засунуть протест? Ну чисто технически, не в смысле ты обходишь стороной. Более того, это можно сделать очень красиво, очень аккуратно в музыке. Понимаешь, в этом про что говорит, я тебе могу сказать. Много лет назад ко мне подошел Игорь Николаев, расстроенный. Так. Которого зачморили за песню «Палочка-выручалочка». Помнишь, была такая? У Наташи Королевой, да. Да, девочки ходили, как бы с фастами. Да. И он говорит, да что такое, вот группа мальчишник, которые тут же потелив... Они про хуй поют открытым текстом, им можно. А я про «Палочку-выручалочку» спел, меня все, понимаешь, говном поливают. Потому что каждое ведомство должно заниматься своим делом. Понятно. Ну а интеграции, грубо говоря, каких-то политических тем и задрагивать, что-то социальное, в поп-музыке. Можно легко написать песню про любовь, про девушку, которой ты идешь на свидание, и ради этого свидания пропускаешь день выборов. Вот. И ты делаешь одну сторону. Тонкий заход. Я пропустил выбор президента Российской Федерации ради того, чтобы прийти на свидание. Прости, я выборы твои пропускаю. Иду к тебе... Прости. Ладно. Рождение хита. Но ничего, выберу тебя в следующий раз. А что, значит, протест... Вот это можно так связать. Да, протест-приют все-таки для рока, да? Или... Не в этом дело. Просто мы все живем во власти стереотипов, понимаешь. И когда кто-то их начинает ломать, это всегда вызывает раздражение. Ну и развитие. У тех, кто к ним привык. А, понятно, да. Потому что вот для этого это органично, а для этого нет. Отлично. Оценочки? У меня восемь. Ну для разнообразия хоть что-то другое. Ну дай хоть шесть. Ну дай хоть шесть. Давай поднимем ребят, они клевые, правда. Да, ну хорошо. Пять и восемь. Да, тринадцать. И слушаем, да, слушаем. Я вот просто могу мнение сказать касаемо песни. Давай. Драйв есть, песня имеет место быть. Я очень плохо разбираюсь в рок-музыке. Так, давайте послушаем мнение людей. Меня зовут Антон. Я занимаюсь веб-разработкой, занимаюсь съемкой, мобильной фотографией. На самом деле много чем занимаюсь. Мне 22 года. Все пройдет, точно майские грозы. Сиды, слезы, два пальца у рта. Как мандат охуевшего единороза. Как допрос, как усмешка мента. Как лефордовские коридоры. Как пистолан, как мордостовский газ. Федеральная сворода. Смотрите его глаза. Здесь надо включить кридо. Луганск, это точно пройдет. Я думаю, что под эту песню можно заниматься веб-разработкой. Что понравилось? Ну, во-первых, это ритм. Это исполнитель новой волны. То есть это не какие-то старые исполнители по типу DDT, сплина. Это именно такие агрессивные, скажем так, ритмы. Во-вторых, в тексте было упоминание московского района одного. Скорее всего, исполнитель это москвич. Я не знаю, кто это. Вы говорите, во-первых, это, во-вторых, то, что в третьих. Я, наверное, хотел два. Я этой песне ставлю семь с плюсом. Семь с плюсом. Семь с плюсом. Семь. А мы плюс поставим там? Нет. Ну так, чисто. Можем поставить. Отлично. 20 баллов с плюсом от парня. Да, вдруг кто-то тоже получит, потом, двадцатку, а в нем плюса не будет. Ес, правильно. Ну что? Нажми. Жму. Шесть. Все бриллианты сияют ярче звезд. Я услышал фразу, зачем ты набил татухи на лицо. Вот это я услышал. Я просто не все слова понял. Это вообще такая сейчас модная манера. Да, русским языком пользуемся. Но. Но. Могу сказать плюс, если мы говорим об энергетике какой-то, здесь есть хорошее шаманство очень. А. Потому что вот постоянная мелодия на двух нотах таких, в кварту. В этом есть заклинание какое-то, это затягивает. Я думаю, сейчас авторы этой музыки тоже впервые узнали, что у них что-то есть в кварту. А, может быть. Мне не жалко. А вот у нас есть текст. Ты можешь это озвучить, Андрей? Да, могу. Нахуй этот мир. Тут на все есть ценник. Она будет сосать, накину ей карманных денег. Зачем ты набил татухи на лицо? В скобках. Зачем? Чтобы помнить время, насколько было тяжело. Хочу, чтобы каждый выиграл. Но это невозможно. Некоторым повезло. А кто живет, будто заложник меня услышал. Кто-то свыше. В скобках свыше. Я не знаю, это был, может быть, Всевышний. Ну и так далее. Мы сейчас сидим как это. Худсовет Министерства культуры, блин. Понимаешь? Нет, а что? Все круто. Ну а что, нормально? Мы ознакомились с текстом, потому что его на слух воспринять невозможно. Знаком этот исполнитель? Кто это? Очень знакомый. Кто это? Этот трек конкретно я не слышал. Ну я их не знаю просто. Мне все понравилось. Это Кизару. Кизару. Евгений Онегин. О, почему они Ленские? Не знаю. Вообще Кизару интересный персонаж. У него в России были проблемы с законом. Он уехал в Барселону. И там уже прославился. Это вообще впервые человек уехал в ссылку. Не на север, а на юг. И он оттуда делает эту музыку, да? Да, да, да. Клево. Ну и при чем это слышно? Семь. А почему семь? Именно вот за шаманство, да? А Егор Криду три, а тут семь, да? Потому что там глаза. А, не дошаманил Егорского. В этом месте основная магия трэп-музыки, хип-хопа нового сейчас. Трэп. Да? Ну, хип-хоп, хип-хоп это все просто именно там, ну трэп, да, можно сказать. А что такое трэп? Не знаю, может Алиса нам подскажет. Алиса, скажи, что такое трэп. На википедия.org есть такой ответ. Трэп – музыкальный жанр, уходящий корнями в поздние 1990-е годы на юге США. В музыке широко используются многослойные синтезаторы, на которых ведется мелодия с жесткой виней. Это ты писал статью? Ни хрена непонятно, нет? Ты че, все понятно. Я что, плохо выражаю свои мысли? Ну, как тебе Кизару конкретно? Вот Андрей поставил семь. Ты? Так. Я буду просто по-разному показывать. Ясно. Но это будет пять. Жесткий парень. Так, давайте узнаем, что народ думает. Меня зовут Нелла, мне 20 лет, Москва. Слишком однотипно, очень долго все идет. Но, в принципе, если брать по теме, то актуально. От копов валим. И тема, скажем так, реально популярна. По заеданию лучше любимка. Она быстрее садится, она в душе быстрее запоминается. Я этой композиции ставлю пять баллов. Потому что ни туда, ни сюда. Вы сговорились, смотри, ей нравится любимка, она тоже пятерку ставит. Моя девочка. Так, голубые глаза смещаются вниз. И у нас на третьем месте воцаряется Кизару. По криминалике. Пятая композиция. Поехали. Я по себе, без себя, но все фигню. А я на глянцах и воля сврёкну хайду. Когда спешки камеры срезать. На то и не по делу. Это да. Они взяли сэмбл. Из трека. Какой трек? Что это? Это было пошлое молли? Да, это была пошлое молли с участием Катерины. Катя Кищук, видимо. Да. Композиция называется Мишка. Ну что скажешь? Я знаю, что он скажет. Пять баллов. А что он скажет? Нет, ну сначала расскажи, что ты думаешь. А вот я сейчас как возьму на последний трек. Давай. Как бомбану другую оценку. Ну, мне нравится то, что делает пошлое молли. Что делает этот музыкант. Не знаю, ну что еще сказать. Тебе нравится вообще группа пошлое молли? Ему Андрею понравится, потому что он делает такую, ну... Я, в общем, немножко знаю, что эта команда делает. На мой взгляд, это не самая лучшая их песня. Это достаточно трушный чувак, музыкант. Я думаю, что тут... Просто для меня это, несмотря на вот это такое более легкое роковое оформление, для меня, если говорить об этом артисте, для меня это несколько такой попсовый трек. Ну, почему-то. Учитывая все мистексы. Выражу-ка я солидарность с коллегой. Так. Пять. О, а он еще ничего не сказал. А, он скажет. Вы знаете, поставили оценку за меня. Да. Вот первый раз видимся, вы же за меня пять. Ну что, ты тоже пять? Ну, конечно. Почему я сегодня поставил всем одинаковую оценку пять? Потому что я считаю, что я не вправе оценивать именно по баллам, как учитель в школе, чье-то творчество. Потому что творчество – это очень личное и интимное. Я лишь мог высказать, что мне понравилось, что не понравилось. Вот вкратце сегодня мне понравилось, наверное, все, кроме Рахат Лукума. Вот если честно. Для меня это немножко несерьезно было. Остальное все имеет место быть, все можно слушать. Я могу сказать в ответ, что вот если бы от наших отмен, от оценок этих, да, как-то зависела их судьба, я бы не в жизнь, конечно, как на худсовете Министерства культуры никаких оценок давать не стал. Но поскольку это, господи, они как играют, так как играют. Конечно, это абсолютно игра. Давайте послушаем мнение людей. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Мне 15 лет, из Москвы. Занимаюсь плаванием. Ну, песня классная, качает. Про родителях я бы такую песню не слышал. Если выпить, наверное, только. Я этой песне ставлю 6 баллов. Ну, потому что, в принципе, хорошая, но не в моем вкусе. Ну, кстати, у вас еще достаточно большое единодушие с народом. Да, с людьми. Так, 5-5, 6, 16 баллов. Соответственно, предпоследняя строчка у пошлой Молли. Парнофильмы рулят. Да, видите, как эту фразу мы поставим в анонс. Юра знает, какую музыку слушать. Так, это имеется в виду Дути. Так, хорошо, все, как раз перестал писать у меня фломастер. 16, прекрасно. Ну что, давайте мы вот сейчас так вот повесим. Так, ну что, значит, Андрей, скажи, какие у тебя впечатления? Во-первых, от общения с твоим визави. Самое хорошее. Осталось послушать его песни. Вот я этим займусь, придя домой. И я займусь этим. Остальные будут слушать песни. Андрей, изменилось ли у тебя отношение к молодым исполнителям по сегодняшней программе? Что-то узнал нового, я не знаю, там что-то... Ну, я услышал что-то новое. Ну, в общем, достаточно... Это вполне совпало с тем, как я себе это представляю. Ну, как средненько думал, так и есть, да? Да не средненько. Это может быть очень хорошо. А, ну не твое. Огромному количеству молодых людей это нравится. И украшает их жизнь. Но я лучше поставлю Теда Джонса и Эмела Ливиса, понимаешь? Ясно. Как у тебя? Мне очень была приятна эта встреча лично. Потому что я, наверное, рос и отчасти на вашей музыке. Мои родители росли на вашей музыке. Уверен, что в моем творчестве, возможно, есть и отголоски в вашей музыке. Приятно слышать. Набьешь ли ты Макаревича с другой стороны шеи? Ну, я думаю, что это очень личное. Поэтому не то, чтобы мне лично Андрею Вадимовичу будет не совсем, ну, наверное, приятно. Ну, в общем, у нас не такие тесные отношения. Ну, понятно, да, хорошо. Но всякое может быть в жизни предсказуемой. Слава богу, сказал Андрей про себя. Ну что, спасибо. Это был первый выпуск «Музыкальти» в новом сезоне. Со мной были Нелета и Андрей Макаревич. Пишите, какие песни нам обязательно услышать в этой студии. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это было «Музыкальти». Смотрите, что слушаете. По криминалити. По криминалити. По криминалити.